В нашей программе мы сегодня открываем рубрику «Наше наследие», в которой будем рассказывать вам об известных и малоизвестных исторических и архитектурных памятниках, а также о людях, чьи имена вписаны в летопись нашей республики. Одним из них был пристав Карачая Николай Петрусевич. Подробнее о нем в материале «Шерифат Лепшоковой». Пять лет назад здесь, в южной части города, появился необычный памятник. Спустя почти полтора столетия было увековечено имя пристава Эльбрусского военного округа генерала Николая Петрусевича, человека неординарного, приложившего много усилий для улучшения жизни горцев и казаков. В состав Эльбрусского военного округа в 1864 году, в год вступления в должность, пока еще штабс-капитана Николая Петрусевича, помимо Карачая входили еще два горных аула – Гумлоу и Хумара. Рядом с последними поселился новоиспеченный пристав на территории нынешнего Нового Карачая. Все годы его двери были широко открыты для горцев. Люди, видя в нем участие и поддержку, приходили со своими бедами, не испытывая при этом языкового барьера. Уже через полтора года службы Николай Петрусевич говорил на безупречном карачаевском языке. Пристава можно было встретить в отдаленном селении, помогающем строить забор. Его руками была построена и печь в одном из гостевых домов в Старом Карачае. А когда ночь заставала в пути, пристав спал на земле, завернувшись в бурку. Импонировало горцам и то, что молодой и холостой начальник не имел вредных привычек. Был чушь с азартным игром. Своё знаменитое прозвище «Зуку приступ» – «Косой пристав» Николай Петрусевич получил за свою привычку смотреть сверх очков. Люди поначалу не замечали, что это всего лишь была его особенность. На смешливые горцы, любящие давать прозвище, не удержались и здесь. За 14 лет своей работы в должности пристава Карачае он сделал немало для жителей. Его усилиями было присоединено 40 тысяч десятин земли в районе Тиберты и Джугуты. Там стали появляться новые аулы, а вместе с ними повсеместно открывались амбулатории, школы. В горных селениях появились русские учителя. Начали строить десятки дорог и мостов. Но что же сейчас знают наши современники о деятельности пристава в Теготы? «Я особо ничего не знаю о том, что Петрусевич. Это то же самое, то, что сказал мой друг». «Не смогу это подробно рассказать, но так слышно». «Делал очень многое. Почему? Потому что в военных действиях и прочее». Установленный памятник в Черкесске и площадь, названная в честь пристава, должны способствовать исправлению исторической несправедливости. Вся деятельность Николая Петрусевича была направлена только в мирное русло. Его усилиями был создан и осетинский аул, названный тогда Георгиевско-Осетиновским. Именно с этим приставом перед приездом в Харачай предварительно встречался отец будущего поэта Кастахи Тагурова Ливан. Занимался Николай Петрусевич и реализацией крестьянской реформы, выбивал суммы для поддержки аульских бедняков. А позже, став начальником Потолпашинского уезда, прилагал все усилия, чтобы облегчить жизнь казаков. Благодарные люди не забыли своего пристава. Ставший уже генералом, Николай Петрусевич в 80-х проходил службу в Средней Азии в составе войск легендарного Михаила Скобелева. Погиб пристав Карачаев в бою при выполнении топографических работ. Меньше чем через год по инициативе горцев и казаков он был перезахоронен в станице Потолпашинской. И памятник, установленный Николаю Петрусевичу, уже современной России, стал символом исторической памяти народов республики. Шерифат Лепшукова, Роберт Живутанов, Вести Карачаева, Черкесия.